Если вы хотите завести для себя преданного, послушного и хорошо управляемого питомца, который всегда будет радовать своей необычной красотой и милейшими повадками, обратите внимание на такую породу собак, как папильон. Папильон в переводе на французский язык обозначает бабочку. Эти собачки получили свое название из-за чудесных дивных ушек, которые в поднятом состоянии напоминают крылья бабочки. Если говорить о различных видах декоративных спаниелей, имеющихся на сегодняшний день, то выделяют папильон, собака, имеющаяся прямые ушки, и фалин, у которого уши свисают. Неудивительно, что порода собак папильон длительное время была одной из любимых для элиты и знати из Европы. Главный секрет их популярности – наличие роскошного экстерьера и прекрасного характера. Среди именитых владельцев таких очаровательных собачек стоит назвать Марию Антуанетту, мадам де Пампадур и короля Франции Луи XIV. Они души не чаяли в своих собачках. Так французский король Генрих III тратил огромные суммы денег из государственной казны на содержание своего домашнего любимца. А французская королева Мария Антуанетта считала свой портрет незаконченным, если рядом с ней художник не нарисовал папильона. Правда, такая любовь королевы сыграла с представителями этой породы злую шутку. После французской революции этих милых собачек нещадно уничтожали, тем самым празднуя окончание буржуазной жизни. Папильона удалось спасти от полного истребления из середины XIX века. Люди стали потихоньку возрождать эту красивую породу собак. Сегодня официальной страной родины породы папильон считают Францию. Хотя здесь папильоны оказались в результате того, что были привезены из Италии и Испании. В связи с событиями прошедшей революции во Франции, почти все представители этой породы вывозились владельцами на территорию Бельгийского королевства, которое продолжительное время оставалось единственным государством, где собаки сохранились и развивались. Карликовые спаниели довольно широко представлены на полотнах великих мастеров живописи, таких как портрет принца Филиппа Проспера с лежащим на стуле папильоном испанского художника Власкеса, дочь Роберто Строцци, итальянского мастера Тициана, изображена девочка с папильоном. В картине Рубенца «Свадьба Марии Медичи» и картине «Приурочное рождение Луи XIII» также изображены папильоны. На полотне кисти фламандского художника Франца Пурбуса изображена Анна Австрийская, жена Луи XIII с папильоном. Всемирно известная гравюра Хогарта «Преданный», где изображена мадам де Пампадур со своей любимой бабочкой на коленях. Картина Людовика XIV со своей семьей работы Николая Ларжильера также дополнена четвероногой бабочкой. Художник Антуан Песне изобразил на картине королеву Софию Доротею с ее любимым папильоном. И, наконец, с работ знаменитого Тициана папильоны изображались неизменно с бело-рыжим окрасом и крупными ушами. Среди звездных владельцев континентального той Спаниеля – певица Кристина Агилера, которая всегда на публике появляется с двумя папиенами – Стинки и Чуи. Такие милые маленькие собачки все чаще становятся полноправными членами семьи. Субтитры создавал DimaTorzok